Welcome, welcome, welcome! Чё вы думали, вчерашней Корее отделаемся? Не-е-е, не то-то было. Сегодня мусор в пакете играет против команды Би-Би-Кью. И перед тем, как мы перейдём к игре номер 3, я объясню, почему мы первые две игры не комментировали, как и вчера. Этот, вообще, серия, это те серии, которые я не очень хочу комментировать, кроме Гранд Финала, как и, в общем-то, ЕМ Мастерс. Я знаю, что никто на это не придёт, я знаю, что никому-то не интересно. И я даже в том числе знаю, что на это ставки никто не принимает, поэтому даже ставочники мои, зрители, не придут сюда. И меня не будут нигде репостить. Поэтому я это только комментирую из-за, как бы это сказать, из-за эстетизма. То есть, получается то, что людям может потом интересно будет посмотреть, что же здесь такого произошло. Вчера, напомню вам, команда Dumbone Gaming одержала победу над другой командой выскочки из Челленджера. Но напомню также, что и эти две команды выскочки, Dumbone Gaming и, как вторую-то звали, Биткоины, которые, Баттл Комиксы, они одержали победу в своих сериях 2-0-2-0 над командой MVP, над командой BBK Olivers. И сегодня одна из этих корейских команд покинет корейский чемпионат навсегда. Да ладно, не навсегда, а всего лишь на один сплит. Ну, может быть и навсегда. Тут уже от них зависит. Ну, целый сплит их точно не будет. И представляете, да, как будет обидно такому игроку, как Игнару, или такому игроку, как Трику, то, что они покинули один команду G2, это Трик, другую команду Misfit, это Игнар. Они покинули команды, которые довольно высоко сидят в Европе, чтобы вернуться в Корею и играть, ну, в богатой команде, скажем так. BBK Olivers, это все же компания огромная в Корее. Все знают, куриные ножички или крылышки, BBK-шники, барбекюшные. Давайте немножко пробежимся, что у них произошло в предыдущих играх. Я просто покажу вам, что там было. Первая партия шла от команды MVP полностью под их эгидой, потому что они взяли себе паук сетап. Видите, здесь был арканкометный, да, давайте фуллскрин сделаю, арканкометный Велкос, Скарнер, утаскивающий в отношении всех, и два танка, которые десенгейджеры. И поэтому команда BBK Olivers не была здесь ни единой возможности ворваться, им нужно было именно выигрывать лейнинг-фазу, но это у них не получится, я тут не буду останавливаться на моменты, которые есть, но у них не получилось, это из-за того, что они драконов отдавали постоянно. Джанглер их был выключен, Трик проигрывал Бионду постоянно. Ну и вот здесь вот вроде было убийство, нет? Нет. Ну, принципиально. Давайте перейдем сразу ко второй игре, что там произошло. А там произошел невероятный камбэк. Команда MVP решили пойти по сетапу брузеров и играть 3-1-1. Половину встречи и на пятой минуте, видите, был счет 0-0. Но если я промотаю время на 17-ю минуту, при счете 3-3 уже опять проигрывает двух драконов команда BBK Olivers. А если я промотаю еще чуть вперед, вы удивитесь. Счет 6-3, минус 6 тысяч и происходит сражение. Я даже случайно на него попал в этом сражении. Команда BBK Olivers отбивается от команды MVP за счет 3-ка. Очень сильно танкует, дает тут подкидывание и защищает свою базу. Ну и сами понимаете, раз у них есть Азир и у них есть Кайса, у них лейтгейм 3-1-1 сетап. Кайса должен был, конечно же, с тремя Моутон Дрейками забрать этого на Шора давным-давно, скажу. Прямо они тут ни разу его не забрали за всю партию. И в итоге этот тимфайт они проигрывают в Красном Лесу за обзор. Разворот Ян дает ульту, но слишком поздно. И абсолютный камбэк организовывает команда BBK Olivers. Убив всех, кроме, по-моему, АДД. Не, АДД тоже. Да, вот, Яна они не убили. По-моему, они кого-то тут не убили. Или АДД, или Яна. Я так, краем глаза это смотрел. Один из этих игроков не умрет. Ну, а мы теперь уже идем в игру. Команда BBK Olivers отыгралась. И давайте посмотрим, что же произошло здесь. Ну, пока еще не произошло, а произойдет здесь. Счет 0-0. В серии счет 1-1. Так что мы будем смотреть с вами Best of 3 между этими командами. MVP снова на синей стороне, а команда BBK Olivers на красной стороне. И они решили себе забрать полностью поукс-этап. Тот самый поукс-этап, который команда MVP делала против них в первой партии. Правда, они его играют без Аркан Комет на его Велкоза. Ну, в данном случае, наверное, это не принципиально. То есть, в той игре тоже можно было играть без Аркан Кометы в Велкоза. Я просто решил вам показать, что так оно было. Не скачи между стримами. Какими стримами? Никто никуда и не скачет. Не переживай, эстетики тут не видать. Эстетика может здесь все же проявить себя. Патч все же здесь один из последних. 8.17. Соответственно, многие команды, которые смотрят этот матч сейчас в записях, или просто они могут ориентировочно посмотреть, какие сетапы могут работать в патче 8.17 и оценивать, будет ли это работать в патче 8.19 в чемпионате мира. Трик организовывает ганг на топ-лайн, и АДД погибает. ФБ на уже второй минуте 30 секунды. Трик любопытный маршрут провел. Он забрал красный баф рапторов, и после этого организовал убийство. Убийство на топе со вторым левелом. Ну, там же и получил теперь уже себе третий левел. Ну, и теперь Сиджуани. Ответочку хочет сделать по темпу. Пытается подойти Яну, попытает перекидывание, подкидывание, и добраться у него не получается. Опять ОПГГ виджет забыл. Ну, можете его отключить снизу. Я сейчас не буду табаться. Вторая попытка ганга на АДД вернулся на телепорте на линию, и Трик тут же выскочил на него. Ну, там линия уже стояла в неудачном положении, поэтому здесь ганг было сложно организовать, хотя с другой стороны он флэш нет. Давайте посмотрим, повтор. Видите, второй левел Скарнер выходит, пошел АДД в размен. Зашел он не в удачную позицию, где его отрезали по диагонали. Выбегал Трик. Дал он, конечно же, по нему стан. Ну, и Крэйзи его тоже дал тут автоатаками и замедлением очень много урона. 1-0. В пользу команды Бибики Оливерси. Давайте по сетапам. Теперь пробежимся. Именно вот MVP. Что же они набрали? У них сетап с четырьмя танками и лицианом. Я бы назвал это как проигрышем в лейтгейме, какой бы сетап ни был на той стороне, потому что вы понимаете, что магического урона будет недостаточно у команды MVP. Но у них есть довольно обширное количество танков. Крайне тяжело их будет убить, если у вас нет процентного урона либо труда мага. И давайте посмотрим, есть ли процентный урон у команды Бибики Оливерс. И, ребят, по секрету, он есть. Он есть, он существует. Это Орн, который дает процентный урон через свою. И подкидывание, кстати говоря, усиленное. Это Велкес, у которого есть процентный урон. И если он Леандре доберет, еще больше будет процентного урона. Плюс труда маг. Это, конечно же, Варус, который тоже процентный урон наносит от своей пассивки. И одновременно с этим будет играть Боторк. Будет играть еще и он хит-эффекты для своего чемпиона. Так что команде Бибики Оливерс теоретически надо просто продержаться с 15 по 35 минуту. И они автоматически выиграют эту встречу, потому что слишком сильнее их будет чемпиона по отношению к компонентам. Но вот мне все же не нравится, что они взяли Велкеса для мидгейма. С другой стороны, может быть, в этом и есть план, что будет за счет мидгеймовского билда от Велкеса продерживаться эту стадию игры. Но все же, мне кажется, лучше было взять урона побольше для Лейта, нежели мидгеймовое замедление, идущее с ледяных наростов. Но поглядим. Велкеса процентный урон. Ну, если он Леандре собирает, да? Все нормально. Все, он чувствует себя прекрасно. Плюс не забывая о труда маги, которая есть у него с комбинацией заклинаний, которая как раз и является уже процентным уроном. 1-0. Пока партия успокоилась. Кардин до 6 уровня, наверное, теперь будет уже фармиться, никуда не полезет. А что касается Йонду, мы вообще его не видим в этой партии. В предыдущей он тоже играл на Сиджуане. И вообще получается, что Сиджуане в этой встрече постоянно лузерский чемпион. Что в первой игре команда Бибики Оливерс, играя Сиджуане, проиграла. Что во второй, команда МВП играет за Сиджуане, проиграла. Что сейчас, возможно, Йонду проиграет снова на Сиджуане. Это релагерейшны. Ну, они раньше назывались релагерейшны. Но, видимо, Риута ушли от этого негативного названия. Потому что релагерейшн можно переводить на русский как матч выживания. То есть выживание, воздержание и так далее. И Риута решили переименовать этот турнир. И теперь он называется не релагерейшн, а теперь он называется промоушен. Матч промоушен, как это называется? По-русски перевести лучше. Ой, блин. Это слово так крепко укоренилось в русском языке. Промоутер и так далее. Продвижение, продвижение. Что я не мог даже сейчас русскую версию вспомнить, как звучит. То есть я настолько понимаю, что это значит, что не могу вспомнить. Продвижение, конечно же. Матч продвижения. Ну, это типа движение вверх и поднятие Паэлла. Ну, видимо, посчитали корейцы и китайцы, что так теперь будут лучше называть. Напоминаю, что в Европе и Америке не существует больше матчей ни релагерейшн, ни продвижения, ни промоушенов турниров. Почему? Потому что там теперь франшиз-система. Все команды, которые находятся внутри чемпионата, они оплатили свое участие там. И пропадут они оттуда только если команда продаст свой слот, либо просто откажется в дальнейшем участвовать. Ну, просто продаст свой слот, либо откажется изначально. Ну, скорее, только уже продажи только будет это все дело ограничиваться. У Трика что-то как-то пришли, в четвером убили. Вообще непонятный такой момент. У Трика нет флэша, на него заходят четыре человека. И он такой, а, ребята, а где моя команда? А нет твоей команды. Синий Баф забирает команды MVP и забирает при этом еще Скарнера. Так что матч продвижения для одной из этих команд сегодня станет концом этого турнира. Потому что проигравший сегодня вылетает уже из чемпионата Кореи, теряет свой шанс продвинуться назад в ЛЦК. И, соответственно, завтра у нас будет играть победитель против команды Battle Comics. Напоминаю, что вчера Battle Comics умудрились о Дам Вэлайфов, о Дам Вэлайфов, это как Ханг Вэлайфы, Дам Вон Гейминг, выиграть одну карту. Первую, единственную пока карту, которую они проиграли за всю свою историю этого сплита, конечно же. А так счет не отражает то, что здесь происходит. Скарнер, конечно, мало фармился, но, мне кажется, больше давление сейчас оказывает на карту команда BBQ Оливерс. Там, окей, одно действие, вчетвером зашли в чужой лес, продавили, но маловато как-то фарму команда BBQ Оливерс. И будем внимательно следить за вардами, потому что мы знаем с вами заранее, что команда Battle Comics больше уделяет время не агрессии, не сражениям, не даже объектам. А вардам, они расставляют вард и пользуются обзором себе в пользу, поглядим, сколько будет вардов расставлять та или иная команда в этой партии, чтобы увидеть, смогут ли они завтра конкурировать с Battle Comics. А так, да, приветствую всех ребят. Вчера, заранее скажу, но я это еще раз повторю, потом попрошу вас поставить лайки. Вчера я записал, ну, это было на самом деле записано еще поздно вчера, вчера просто вторая часть этого видео была записана, интервью с тренером команды Gambit от Armanis. И надеюсь, оно вам понравилось. Если вам что-то не понравилось, можете оставить это в комментариях. Если вам понравилось, то тоже оставьте в комментариях, а то пока только оставляли негативные сообщения люди, но при этом количество лайков и дислайков немножко разное. То есть, получается, 95% людей поставили лайки, 5% поставили дислайки, ну и какие-то там люди вообще ничего не ставили, их просто учитывать сложновато. А комментариев более 90% негативных, и получается, что как-то, ну, легкий резонанс происходит. Так что, если вы не оставляли позитивный комментарий, а хотели бы отметить, что вам понравилось интервью, то не здесь пишите. Мне-то это не надо, вы же поймите меня. Я уже давно, как говорится, черствым стал, смирился с этим всем. Мне, скорее, ну, как говорится, за державу обидно. Ведь другие люди зайдут, посмотрят, увидят негативные комментарии. Никто мне потом больше интервью давать не будет. Фу, таким быть, скажут они. То есть, а еще одна попытка убить Трика, в этот раз его сжирают. А он начинал делать у нас Геральтку в тот момент, когда забирал команду MVP Дракона. К нему сместился Чагат и Скарнер от Трика. Сейчас на корейском, возможно, на английском он, наверняка, думает снова о том, чтобы вернуться в Европу. Не будет же он во втором... Следующий сплит во втором составе, так сказать, играть ЛЦК. Он попытается наверняка вернуться в Европу, учитывая, что английский он хорошо знает. В Турцию многие турки принимают к себе корейских экс-про-геймеров или настоящих про-геймеров. Так вот, Трик сейчас должен был задать вопрос своей команде. А почему никто не подошел? Ну так, минут... Ну ладно, не минут, секунд на 30 раньше, чтобы просто помочь мне забрать этот глаз. Причем 3 на 3 они бы тоже его забрать смогли. Учитывая, что он уже его стартанул. Но там было бы не 3 на 3, а 3 на 2, потому что Йонду был бы занят Драконом. Но, видите, Валкозу и Крэйзи на Орне. Было это неинтересно. Вообще, конечно, если так задуматься о составе команды Бибики Оливерс... Вот теперь задуматься. Это не звездный состав получился. Это был... Сейчас давайте посмотрим, тут будет сражение. Хороший стан идет, потом ульта Варуса попадает. Хватает в отношении. Утягивает бедного пилота. И пилот погибает от автоатак Скарнера. А почему Варусу не отдали кел? Ну, видимо, от Рика настолько загорелась пукан от происходящего, что он решил даже килл забрать себе. Пойду лучше LMS Gauntlet посмотрю. Но я уже рассказывал, LMS я не могу, кроме как пиратский стрим, проводить. Потому что там Гарена ТВ главный Е. А Гарена ТВ, они правообладатели на это. Там не Riot Games проводят стрим. Там все еще в Тайване китайская мафия, как говорится, рулит. Поэтому мы добраться до туда на ретрансляцию, рестрим не можем никак. Ну, без риска, конечно же, потери аккаунта. Так что я в это лезть. Дело не буду. Могу там, может быть, потом какой-нибудь хайлайт или что-нибудь рассказать про то, как там все произошло. Ну, я вообще слежу за LMS, не волнуйтесь. Я знаю, что там происходит. Не резонанс, а диссонанс. Да, резонанс, да, ты про диссонанс оговорился. Мирослав подарил 50. Привет, Славка. Привет, Витя. У нас здесь битва продолжается. Игнар убивает. Мирославы в пакете. Моя команда должна защитить честь Мирославов. Мирославы в подъезде сейчас ведут уже в этой серии 3-2, ой, в этой серии, в этой партии 3-2 и плюс 2 тысячи. Скорее всего, вышку на боте они сломают быстрее. И чувствуется, что мидгейм они смогут сноуболить. Но вот в предыдущей игре они тоже хорошо сноуболили, а потом что-то как-то остановились на 8 тысячах преимуществ. И так они не смогли забрать на Шора. А на 36-й минуте, когда дожили уже Бибики Оливерса до своего летгейма, они победили. И вот сейчас похожая партия, чувствую, будет исходить. Опять нет никакого контроля драконов. И с трудом Геральтку смог забрать. Давайте посмотрим. Игнар зачем-то решил вернуться здесь, защищать вышку. Даже один против двоих это было не очень разумно. Не говоря о том, что потенциально его могли здесь 4 в 1 тавердавить, что в общем-то и произошло. Видимо, он думал, что его ульты хватит, чтобы спасти ему свою жизнь. Но этого не произошло. Так вот, я вернусь к мысли по поводу Бибикю. Что я про них хотел сказать. У них так получилось, что в этом году весь состав, кроме, наверное, Темпта, составлен из игроков, которые вроде как были лидерами своих команд. Почему я говорю вроде как? Потому что у каждого из этих игроков, что у Гоуста, что у Крейзи, что у Трика, что, конечно же, Игнара, был какой-то выстрел. Выстрел в паре партий, может быть, в одной Best of 5, как это было у Игнара, может быть, в одном каком-то мини-турнире, может быть, пару недель подряд они были, вот как Гост был, убийцей оппонентов. Но если начать задумываться, на протяжении всего сезона они показывали просто стандартную статистику. То есть ничего сверхъестественного не брали. И это вот тот самый момент, когда вышку на боте быстрее забрали. Я подумал, что так английские комментаторы воодушевились. Просто вышка на боте умерла быстрее, чем вышка на топе. Но на топе там была целехенькая вышенция, и Геральтка вообще умерла, убивая ее. Помните такой фильм? Ну, может быть, не помните, а просто некоторые люди слышали о нем, а, может быть, некоторые смотрели. Но если не смотрели, советую посмотреть. Человек, который изменил все. Насколько я знаю, его по книге сделали, по реальным событиям. Там главная идея была про бейсбол. Одна команда с малым количеством финансов решила собрать состав себе из игроков. Которые по статистике будут закрывать каждую позицию. В бейсболе это более-менее адекватная тема, потому что сотрудничество самой команды там минимализировано. Ну, кто знает, как в бейсбол играется. У каждого есть своя позиция, и каждый человек отвечает за свою позицию. Тимфайтов, как таковых, нет, как это бывает в футболе, в хоккее. Но хотя в футболе и в хоккее тоже есть позиции, которые, ну, просто статистически нужно взять лучшего игрока. То есть тот же самый голкипер в хоккее. Ему плевать, что будет делать его команда. Ему надо статистически быть просто лучшим. Так вот, к чему я это веду? В том, что вот в жизни, видите, это тоже подтверждается. Ну, подтверждается даже в Лиге Легенд. Команда BBQ нестандартных взяла игроков, которые закрывают свои позиции. Они взяли лучших за какой-то момент. То есть они набрали себе, ожидая каких-то крэйзи результатов. Возьмем себе Игнары, и у нас магия саппорта, который убивает фейкера будет. Возьмем себе Трика, и у нас будет магия суперджанглера, который Янка запобедил. Возьмем себе Крэйзи, и у нас будет магия топлейнера, который сажал, как говорится, на скамейку запасных кан на несколько партий подряд. Возьмем себе Гаста, и у нас появится человек, который Узи гонял. Ну и Тэмп, ладно, он новичок. Он в этом году просто появился, видимо, это из челленджера взят. К чему я это все веду? К тому, что это были единичные игры. А по статистике эти игроки, ну, они топ-6 своих даже чемпионатов были. В этом и проблема. То есть, ну, не стоило, наверное, всех набирать так. Когда это начиналась, вот история с тем, что в начале года, с тем, что Трик ушел из команды G2, Игнар ушел из команды Мидсфит. Я еще тогда это сказал, что мне не особо нравится, что они вдвоем попали в одну команду. То есть, два легионера из Европы попадают в одну команду просто за то, что они на чемпионате мира отыграли хорошо. Это же сколько тогда денег за них отдала команда Бибики Оливерс. Ведь они просто покупали себе звезд. Они не покупали себе качественный товар, они покупали звезд. Ну, это мое было личное мнение. Ну, а сейчас мы смотрим на это, и оно подтверждается. Поэтому лично мне хочется, чтобы команда Мусор в подъезде, Мусор в пакете, либо Мирослав в подъезде, сегодня победили MVP. Потому что они-то... Они-то цой. Они... Команда, которая всегда выделялась тем, что у них есть... Подождите, а? Свои, так сказать, тал... Что? Как это... Странно. Ну ладно, там какой-то баг был в игре, и из-за этого Ян не попал в Варуса ульту. Подождите, а почему Вар... Паузу нажмите, Би-Би-Кью, там Варуса ульта пролетела мимо, и АДД остался в живых из-за этого. Мне же ни одному показалось, что Варуса ульта пролетела мимо. Вообще мимо игрока. Хотя был игрок... Что-то... Так, я могу перемотать назад? Я могу перемотать. Ну, может, сейчас еще раз покажут. Нет, там никто не умер, они, значит, повтор не покажут. Реуты показывают повтор, только если кто-то умирает. Сейчас мы сами его посмотрим. Так, вот, еще раз. Адут на тавердайв Гаста. В него не попадают, он отфлэшивается, его ловит трик, станет, и ультаварус летит мимо. Если бы это ультаварус попало, он бы на 2 секунды был зарутен. И эти 2 секунды бы... Странно. Ну, для меня это момент, который, ну... Может быть, у них на экране было как-то по-другому. Это у нас здесь было так. А что произошло? Все, трансляция зависла, няня. Все, вернулась трансляция, не волнуйтесь. Странный какой-то момент в игре. Ну, для нас во время прямого эфира это под вопросом все. А, возможно, у них... Привет, Каминзо. У них, у команды Бибики Оливерс, на экране было все нормально. Типа Ургот отфлэшился, и поэтому Варусу ульта не попало, а потом его притянул Скарнер своей ультой. Ну, как-то так, может быть, произошло. Все это было баг. Ну, видите, Бибики Оливерсы паузу не нажали. Я думаю, у такого уровня команда бы точно нажала паузу, если бы Варусу ульта пролетела так над головой чемпиона и ничего не задело его. Скорее всего, это у нас визуальный баг был, которого не было в реальной игре. Ну, ладно. 3-2 у нас счет. Продолжает давить команда MVP. Они объектов уже набрали себе прилично. А именно имеется в виду драконов. Правда, по вышкам у них пока не получается продавить мидлейновскую. Хотя, все равно суммарно по вышкам они лидируют 2-1. Напоминаю, что Бибики Оливерс гораздо сильнее лейтгейм, если они до него доживут до него еще долго жить. Более 15 минут. И MVP хоть и понимает, что они проигрывают лейт, но не настолько сильно, как это было в предыдущей партии. В этой партии у них танки тоже многозначительный урон наносят. Особенно, если эти танки доберутся до Велкоза, который пока еще без Жони, но у него частичка Жони есть, но целехенькой Жони нет. А тем временем АДД огромным чемпионом становится. Так вот, я хотел про команду MVP рассказать. Команда MVP свой состав собирала в течение уже нескольких лет. АДД всем знаменитый игрок, который играет на Сионе, Илаойке, Кледе. Все времена, когда никто не играл Сиона на топе, никто не играл Илаой, никто не играл Кледа. Но Илаой до сих пор никто не играет. АДД этим знаменит. Тот же самый Макс сыграл наибольшее количество разных чемпионов на роли саппорта. АДД Макс, который сейчас на боте у команды MVP, он играл, по-моему, всех чемпионов, которых только можно было сыграть на роли саппорта. Более там 15. Конечно, до Нюкдака ему далеко, который сыграл очко чемпионов на меде в Европе. Но вот команда MVP Максом обладает, который там 15 или 16 чемпионов разных сыграл на роли саппорта. Это учитывая, что мета подразумевает, что на саппорте ты будешь играть только трех чемпионов. То же самое время Йонду, который вроде бы уже бросил Лигу Легенд, ушел на целый сплит, его не было. И потом он вернулся с ником Йонду. До этого он был Би Йонд. А он, вообще-то, играл в свое время, по-моему, в команде Rocks Tigers, в довольно сильной коллективе. Ян — это молодой игрок, точно так же, как и Темпт. И вот Пилот. Пилот — это появившийся звездный игрок у команды MVP в этом сплите. Ну, как звездный. Просто Маха потерял уровень игры. Напоминаю, что команда MVP в прошлом сплите почти попала в плей-офф. Они заняли шестую позицию, если бы это был чемпионат Европы или Америки, они бы попали в плей-офф. Потому что там шестые позиции попадают в плей-офф. А вот в Корее шестая позиция, она как раз в одном шаге от плей-оффа останавливается. Вот команда MVP как раз с шестыми закончили. И тогда Маха был основным их Эдекерри. А теперь у них Пилот стал основным Эдекерри, потому что Маха первую часть сплиты играл отвратительно. Ну, так вот. Третий дракон уходит в команде MVP. Вообще как-то безвольно играет команда Бибики Оливерска. Такое впечатление, что они смирились с происходящим. Ну, хоть курочку покушали. Любопытно, что и теперь игроков, игроков кормить никто не будет. Кто не знает, каждый день, каждый, точнее, не день, каждый, ну, можно и где-нибудь тоже сказать, игровой день. Когда играла команда Бибики Оливерска, то ли это было в студии OGN, то ли это было в студии SPO TV, приезжала туда компания Бибики Оливерска со своей курочкой. И, насколько я понял, бесплатно кормила игроков и кастеров. Но также мы видели, как люди сидели и курочку эту кушали зрители. Я думаю, что там, ну, довольно по невысокой цене продавали курочку. Флэш ульту хотел здесь, трик, но не достает. И успевает Ян нажать Жоню и под своей Жоней дынает сразу две ульты, можно сказать, команда Бибики Оливерска. Так что не будет больше бесплатной курочки для кастеров и других команд, не будет больше дешевой курочки в студии на Riot Games во время матчей чемпионата Кореи, когда играет команда Бибики Оливерска. Но что поделать? Я чуть не понял, о чем там чатик говорит, про какой-то хейт, про какие-то форумы и так далее. Любопытно, я вчера на Reddit вещь прочитал, и один парень написал такую вещь, он в защиту Лиги Легенд это написал. Он говорит, что в Лиге Легенд огромное, слушайтесь, ребят, внимательно, он говорит, в Лиге Легенд огромное количество хейтеров. За любую твою ошибку механическую, либо игровую, ну там с выбором чемпиона, тебя будут ненавидеть весь матч, будут желать тебе смерти, либо рака. Но одно выделяет Лигу Легенд от других игр, особенно от такой игры, как Fortnite. И он вот сейчас, досмотрим этот тимфайт, что у нас произойдет, пилот-то, бомбочка попадает ли по нему, нет, бомбочка его не убивает, пилот остается в живых. Подкидывание идет по Трику, но в этот момент Йонду умирает, он как-то раскатила команда Бибики Оливерска, теряется уже одного игрока, правда этот игрок успевает нажать на себя ульту, и это был Зилиан. Чагат не поверил в существование смерти Зилиана, решил подойти и сожрать его, но это, скорее всего, придет к тому, что сейчас Чагата могут убить. Браум его прикрывает, Скарли бежит вперед, Скарли он дать Ешку, Ешкой он встанет, АДД, подкидывание успевает дать АДД какое-то, но не хватит этого подкидывания, чтобы выжить. Он умирает, но при этом погибает еще у Орн, 2,5 умерли. Продолжает катить команда Бибики Оливерска, а ведь в этом сила их и есть. MVP надо разом ворваться, сделать убийство, и только тогда можно считать их победителями тимфайта. Каждое затяжное сражение будет для них поражением. Ну так вот, вернусь к мысли. Парень вот как раз говорил, что максимальный хейт ты будешь получить, там те рака будут желать, смерти будут желать, российские какие-то высказания, националистские, просто за то, что ты сыграл плохо и так далее и тому подобное. Но одно отличает Лигу Легенд от Фортнайта, в Фортнайте все это тоже есть, как он сказал, но в Лиге Легенд никто никогда тебя не будет хейтить за то, что у тебя нет скина на чемпионе. И это интересно, если так задуматься, я конечно не играл в Фортнайт, стримов там парочку смотрел, но этого на стримах не видел. Ну, стримеры сами, понимаете, они шоумена, иногда этого не показывают, но если действительно такая вещь есть, и он намекает, и там люди начали лайки ставить, то есть люди это тоже, видимо, заметили. Тебя ненавидят в Фортнайте только за то, что ты играешь без скина. А скины хочешь, не хочешь, ребят, там денег стоит, как и в Лиге Легенд. Игра тоже бесплатная, как и Лига Легенд, а скины тоже денег стоят, как и в Лиге Легенд. Их тоже можно выбить и так далее. И там для всех людей считается, вот в Фортнайте, если ты играешь без скина, значит ты бомж, который не умеет играть вообще. Ну, значит ты новичок и так далее и тому подобное. А у нас как-то устаканилось или закрепилось, скажем так. Скин — это не показатель уровня игры. Более того, я бы даже сказал, в Лиге Легенд тебя могут хейтить за то, что ты скин купил, а играешь плохо. Вот за это тебя могут даже ненавидеть некоторые игроки. Вот сейчас новый Каин скин появился, Люкса, Зикс и так далее. А, не Люкса, это Сона оговорился. То есть ты можешь сейчас на новом скине выйти и тебя зачмырят, скажут, ты что делаешь? Купил скинец и думаешь, можешь играть на чемпионе в Ранкете? Да пошел ты! То есть это забавно, но это так, ребят. В Лиге Легенд как раз противоположное. Купил новый скин, лучше месяц посиди и не играй на нем, а то тебя не будет ненавидеть вся твоя команда. Скин купил, играть не купил. Да, и это не только русские так говорят, это и английские люди так говорят, то есть англоговорящие немцы, я уверен. И французы, и корейцы с китайцами. Ноу скил, точнее, гад скин, ноу скил. Вот такие вот вещи пишут. А у них, видимо, ноу скин, ноу скил. Сейчас, наоборот, мета играет. Да, я думаю, это как раз связано с тем, что большинство прогеймеров на просцене не берут скины. Большинство стримеров тоже не очень любят скины или даже говорят, что скин красивый, да, но играть на нем, конечно, не буду. Как-то это вот устаканилось у нас. Прикольно. Скин купил, а скил забыл. Ну ладно, давайте вернемся в игру, завершаем эту процедуру на общение по Фортнайту. А то сейчас придут фортнайтеры и скажут, что я их хейчу. Но это не я их хейчу, это хейтит их реддит. А у нас дракон, первый дракон за всю серию, может быть, у команды BBK Olivers, неужели они смогут это сделать? В первой игре они проиграли три дракона и проиграли партию. Во второй игре они проиграли пять драконов и выиграли партию. А сейчас они проиграли три дракона и выбрали, выбили себе, я бы даже сказал, четвертого. Молодцы, BBK Olivers. Курочка Ряба, наконец-то, медленно разогревается на 30-й минуте. Третьи партии смогли таки урвать себе дракона. Правда, за это чую, сейчас могут и на Шора потерять. Немножко MVP потерялись на карте, они не совсем понимают, что им сейчас делать. Вот покажу тап, я хочу посмотреть на обзор, который собрала команда MVP, обзор скор, очки обзора. Трик идет с Майт Войной играть, но там есть Чагат, там большие неприятности, сейчас BBK могут на развороте попытаться ворваться. Правда, Райт Лос-Глория не нажимает у нас Чагат и просто отступает команда MVP. А Трик говорит, в отношения, пошли! Ургот! Ургота он утащил, пошла Варусова ульта, пошла еще ульта и Белгаза, и Ургот погибает! Келет за командой BBQ. И, по-моему, ребят, досидели уже BBQ-шники. Ну, по крайней мере, MVP не совсем понимает, что им сейчас делать. Им надо было бы, наверное, дальше продолжать играть в кетч-сетап, вместо того, чтобы стартовать вот этого на Шора. Им нужно было устроить ловушку на этом на Шоре, это было бы выгоднее. А так они лидируют все еще там 2-3 тысячи, но на 30-й минуте с этапом, который в мидгейме только силен, это уже проблематично будет сейчас выигрывать. Особенно, сколько времени... Посмотрите, как хорошо закатил темп, дал замедление, дал подкидывание, и Трик хватает на Краба за его клешни, утаскивает свою команду, и Браума ульта, если честно, была уровня бронзы. Только что Браум должен был, конечно же, прыгать на Ургота и Сургота, ставить стенку и давать свою ульту. Очень странная игра сейчас от Макса была. Ставлю ему 2 балла за вот этот сыгранный момент. Приветствую всех, да, ребята, у нас собирается народ. Кто стрим корейский смотреть идет? Кто, кстати, идет стрим корейский смотреть? А статистика по драконам, как в прошлом году, есть. Ты имеешь в виду, не прошлый год, а прошлый сплит, пока еще не выложили. Есть статистика по Америке, американцы выкладывают ее, можно сказать, каждые 2 недели. По Америке она есть. Толком она не поменялась. То есть, если бы там было какое-то сверхизменение в статистике по американскому чемпионату, я бы вам сказал сразу же. А так, единственное изменение, что игра стала быстрее, даже чем была в начале этого сплита. До Reef Travels, которую статистику я вам давал, игра стала еще быстрее. Средняя продолжительность игры в Америке сейчас 29 минут, а была 30 минут. А в первом сплите этого года средняя продолжительность игр была 38 минут. То есть, понимаете, почти 10 минут Риута выиграли своими патчами. Что же касается драконов по Корее, пока еще не выложено. Ну или я ее не нашел. Я про три одинаково с каким чаще победа. А, это вообще не Риута выкладывали. Это какой-то парень сам подсчитал на Ридите. Если он еще раз это подсчитает, ему, как говорится, спасибо. А так, это не они выкладывали. Это на Ридите кто-то почитал, учитывая статистику Риутов. То есть, была статистика Риутов, и он это все скомпилировал. Ну, если он захочет еще раз славы на Ридите и запостить этот большой пост, тогда да, я вам, конечно, расскажу. А так, просто будем исходить из тех данных, которые он сделал в первом сплите 2018 года. Будем по ним и гулять дальше. Потому что драконы-то не сильно поменялись с тех пор. Они остались такими же, как и были. Единственное, чемпионы и руны меняются. А вот драконы пока остаются прежними. Что думаешь о Валкаде с Глассел Агумент? Стоящая вещь или нет? Я считаю, вот такой билд, который делает Темпт, он стоящий. Вот именно его. У него есть два предмета на КДР и два предмета на урон. Но вот собирать только замедление без урона, это глупо. Темпт вот сейчас должен будет Леандри собирать. Если он добавит еще Леандри для себя с Войтстафом, там два предмета ему осталось закинуть. Может быть, сейчас Войтстаф будет первый. То вообще это будет шикарный билд. То есть все как надо. 30% КДР у него будет за счет как раз-таки двух предметов и синего бафа. Одновременно с этим в районе 600 Абилити Пауэр, потому что Рободон тебе увеличит количество. Процентный урон идущий за счет замедляшки, которую ты раздаешь. И за счет Леандри. И все, и поехали. По драконам или Маунтанам, или Инферналам, думаю. Ну, я уже говорил, Инферналы самый большой прирост дают. Но любопытно, что они не сильно отличаются от двух Маунтайнов. То есть два Маунтайна и два Инфернала, примерно одна и та же статистика. А вот три Инфернала против трех Маунтайнов, тут уже разница большая. Там в районе 8% преимущества три Инфернала дают. Андрей подарил 250. Накину пару евриков на латвийские дошики. Держись, брат, а мы с тобой. Спасибо тебе большое, Андрюш. Это Драгомир, видимо, Андрей Драгомир. Он не смог поехать на чемпионат мира. Его команда проиграла. У нас пошла инициация, но тут же Браум успел поставить щит на эту инициацию. Вообще, это очень рискованные щиты. Всегда я удивлялся, как Браум рискуют и ставят щит в спину себе, прикрывая от даже замедления, которое может дать Орн. Хотя гораздо выгоднее поставить, ну и среагировать гораздо проще. Это поставить щит именно на ульту, которая летит вам в лицо. Но в замедление вы попадете. А здесь Браум умудрится даже от замедления защитить свою команду. Еще раз только показывает, что Макс, он всех чемпионов оттренировывает очень хорошо. Там у своего Инфернал появляется. И MVP 4-1 сейчас долгое время играли, потому что они хотели 6 предметов к этому Инферналу иметь у своего Адекерии. Люциан это тоже не особый такой Адекерий. Сами понимаете, он Варусу без шансов проигрывает в лейтгейме. То есть я в районе где-то 70-75% даю команде Бибики Оливерс в лейте. Но правда из-за того, что они трех драконов отдали, чуть-чуть хуже у них ситуация. Йонду здесь пытались поймать. Но вот Браум наконец-то дал хороший прыжочек щит подкидывания. Но это провал, потому что весь Десенгетч команда MVP закончился. Надо сражаться. А сражаться-то и нечем. Команда Бибики Оливерс на этом потратила только ульту Скарнера. А им не страшно. Потеря этой ульты. У них есть еще Зиллиан, который может дать бессмертие одному из игроков. У них есть Кайт. Постоянный Паук от Варуса с Велкозом. В общем, развлекаться и развлекаться им можно. Правда, они потратили ульту Орна. Вот для инициации повторной. Но это было не совсем лучше. Элдор там ждет. Элдор ждет, но никто к нему не идет. И решают MVP предложить размен. Мы, мол, со своим Маутон Дрейком одним забирать Элдорда, а мы заберем себе наш Орна. Но МБК на это не идут. Но они правильно делают, что не идут. У них сейчас есть возможность забрать оба объекта вообще без шансов для оппонентов. Отправляют они двух игроков на забирание Элдор Дрейка. Это хорошее действие. Правда, они спалили всю эту контору. Просветка своей. MVP до этого догадывается. Начинает стартовать против Паука, который сейчас будет по ним идти. И Нашура. Делать они его довольно быстро будут. Игнару надо бомбочками мешать. АДД еще зонит. Трик видит, где находится АДД. И решает, что забили мы на Элдор Дрейка. Будем сражаться. Варус ульта летит, попадает Чагата. Но Нашура уходит уже за командой MVP. Не очень удачный ульт от темпта. И Трик ошибается. Долго сражался. Ульты у него так и не откатилось. А сейчас его уже убьют. Кайтом начинает заниматься команда Би-Би-Кью. Но они еще и Варус ульту потратили просто так. Но Варус может пострелять. И съедает его. Темп джифт. Но это ошибка была именно позиционная. У команды Би-Би-Кью. Очень плохо они отыграли этот темпайт. Скарднер что-то как пристал к этому крабу. Ну, краб краба любит, как говорится. Скарднер не хотел отпускать Чагата. И зачем-то с ним сражался до упора. Вместо того, чтобы попытаться пойти в нашурпит. И, во-первых, пересмайтить его. Во-вторых, там зацепиться за правильных игроков. И из-за этого Игнар не дал правильную ульту. Варус тоже дал по Чагату ульту. Ну, Велкас просто дал ультимативку туда вперед. Без настаканного процентного урона. Говорит, просто дам ульту и мне нормально. Но это ошибка была. И Безбарон на Шоромче с командой MVP может продавить мидлайн. Месте с вышкой уже минус. И Ингибитор тоже будет минус. Без двух игроков BBQ не будет сражаться. Самое смешное, что можно еще и забрать Элдерда. Идут они туда или как? Конечно, никого не потеряли. Их пятеро. Нет, они побаиваются. Идут на рекол. Фаст рекол. Все же 4 секунды. Но придется идти. Подкидывай. Ну, вот она, Варуса ульта. Ну, откуда он ее дал? Глупости какие. Иди на Шорпите. На Шорпите давай. Или потерпись с ней. Орна ульта неплохая. Вот здесь бы сейчас дать ульту Варуса, да? И сиди расстреливай. Представляете, как быстро он Яна сейчас почти убьет. Эх, Варуса ульта бы сейчас было. А у Яна Стерак сработал в последние секунды. Видели? Красота-то какая. У Яна оставалось там ноль здоровья, но она сработала, Стерак. И спас ему жизнь. Или это не Стерак был? Подождите. А, это он Гаргулю нажал. Он в последнюю автоатаку нажал Гаргулю. Я еще думаю, почему Стерак тогда не сработал чуть раньше? Эта Гаргуля была нажата, которая добавила ему 60% здоровья. И этого хватило, хотя тоже там с трудом хватило. Почти убили сейчас. Игнар расстрелял его там Люциан. Могу определенно точно сказать, что команда Бибики Оливерс отстоит сейчас свой этот ингибитор. Если не даст зайти наверх команде MVP с этими... С Нашором и Элдер Дрейком, они выиграют эту партию. Потому что следующий тимфайт уже будет у них слишком много урона. У них будет... А, какая ошибка может быть от Гаста. В Гаста идет в рейв. Трик утаскивает большого Чагата. Это выглядело, как этот большой кран пытается сдвинуть гигантского Чагата. Но Трансформер остается в живых. Очень битый трик. Очень битый темп. И Игнар. У Игнара есть все еще... А нет, нет ульты у Игнара. Он куда-то ее потратил. Пропустил момент. Но она почти уже откатилась. Продолжает у нас MVP пушить. Сломали они ингибитор. Но у них один битый игрок ушел на рекол. Он на телепорте сейчас будет возвращаться. Это Браун. Без Брауна можно сейчас дать битву. Игнар ждет, пока у него восстановится здоровье. Дает ускорение для Варуса. И Варус не идет вперед. У Варуса тоже нет ульты. Он ее тратил только что в этом темпфайте. Две тележки еще живы у команды MVP. Они пытаются продавить просто своими танками эту команду. И тут вперед. Но надо бить теперь на Эксос. Вышка упала. Большие крипы подошли. Начинают бить они на Эксос. Но и надо сражаться. Би-Би-Кью нельзя отдавать так просто эту базу. А, ну все. Все, все, ребят. Забрали, забрали. Красивый момент был. Я хочу показать его, кто не заметил. Чуть-чуть назад вернуть. Как Скарнер, он же эскалатором играет. Хотел сказать. Экскаватором он играет. И он пытался большого Чагата утащить. Выглядело примерно так для меня. Как с трудом. Экскаватор Скарнер пытался стащить большого Чагата. Но это как в реальной жизни, ребят. Настоящая механика. Убери ссылку на ОПГГ. Я тебе расскажу секрет. Она легко убирается. Смотри. Берешь мышку. Наводишь вниз. И убираешь. Ну, а вообще, я сейчас в перерыве, да, уберу. Я забыл про нее. Но это и так тебе на будущее. У других стримеров они могут вообще тебя проигнорировать. Я тебя не проигнорировал. Ну, а мы идем на перерыв. После этого перерыва будем смотреть, сможет ли Курочка-Ряба снести золотое яйцо. Либо они сюда пришли только чесать его.